Как охраняли школу? Именно этот вопрос остается одним из самых острых после случившегося в поселке Сарс, Октябрьского района Прикамья. Напомним, в понедельник утром в образовательное учреждение пришел ученик с карабином и открыл стрельбу. На входе в помещение его никто не остановил. Журналисты издания «Комсомольская правда» Пермь пообщались с руководителем структуры, которая обеспечивает порядок в этой школе. Он считает, что вины охраны в этом случае нет. Охранник меня еще не заступил. В СМИ вечера до 8 утра сидит в ведомстве охрана, в туру школы. А мой-то заступает 8, а он прошел 7.40. На его охранника еще на посту не было. А вот охранник-то меня зашла еще даже. Без 5.8 она переодевалась. Она услышала хлопок. 4 минуты 9 нажала на КТС. Думала, что ну как получать заказками, как парта упала. Она на втором этаже была, хлопок. А потом она по виде камеры видела, нажала на КТС. Ребята приехали. А что у меня? У меня охранника не было. Он прошел за 15-20 минут до ее заступления. Там просто ведомственная охрана сидит сторож. У меня с понедельника по пятницу заступают только в 8 утра. Обстоятельства случившегося сейчас внимательно изучает Следственный комитет. Дела возбудили по признакам преступления, предусмотренных статьями халатности, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, деятельность охранного предприятия проверят власти региона, сообщает агентство РИА Новости. По поручению главы региона, Краевой Минтербес проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Также в округ выехали представители Министерства образования, в том числе курирующие доп. образования и работу с психологами. Напомним, в школу 12-летний житель поселка Сарс пришел с карабином Сайга. Оружие и боеприпасы взял дома в сейфе. Отца в этот момент не было. Андрей Григорьев, телевизионная служба новостей. Учитель просила не убивать. О случившемся в поселке Сарс становятся известны новые подробности. К 8 утра, когда разворачивались события, в школе уже были большинство детей и педагогов. Один из ребят рассказал, что ученик с оружием пришел на урок английского языка, сообщает телеграм-канал 112. Он направляет на нас ствол оружия и чего-то нам говорил, то что давайте сюда в угол, типа вставайте. Но я дальше не услышал, потому что я оглушился временно. Я встал в угол и после этого он, его Светлана Тимофеевна начала, как сказать, упрашивать, чтобы он нас не убивал. Не стреляй, говорит, пожалуйста. В итоге он просто бросил нас и убежал. Напомним, отдать оружие парня уговорила директор школы Галина Зайцева. Но прежде он произвел два выстрела, попал в потолок и в дверь. Телеграм-каналу 112 удалось также связаться с женщиной, которая трудилась в охранной организации. Она, как известно, пришла перед началом рабочей смены и готовилась заступить на пост. Я переодевалась, сменила сторожа. Где-то с 8 часов до 8 часов 10 минут не смотрела время, а хлопок уже прозвучал. Я подумала, что там упало что-то. Я даже не подумала, что ружье там кто-то взял. Мимо меня никто не проходил с оружием, не видела. А потом уже дети побежали с другого крыла, с левого. А потом я нажала на кнопку. В результате стрельбы пострадал один человек. Пятиклассника ранило осколками стекла, когда выстрел попал в дверь. Его доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Дмитрий Гаврилов, Олег Романов, Телевизионная служба новостей.